Приветствую друзья! О плеере TempoTech V6 слышали, наверное, уже все. Производитель устроил огромную компанию со сбором денег, многочисленными скидками и бонусами. По факту же это аудиоплеер на полноценной системе Android с процессором Snapdragon, двумя гигабайтами оперативной памяти и полностью балансной реализацией усилительной части. Здесь даже конвертера задействовали целых два штуки, причем на их роль назначили вот только недавно вышедшие AK4493 Sec. Наличие, естественно, Bluetooth со всеми актуальными кодеками, двухдиапазонный Wi-Fi, внушительной емкостью аккумулятор, самая высокая, друзья, на сегодня разрешение звука и до 610 мВт мощности на 32 Ом нагрузки. То есть прямо много. Сделали дорого-богато, а ценник при этом назначили вполне вменяемый. Что ж, рассмотрим этот аппарат внимательно, снимем измерения и, конечно же, поговорим о его звучании. Очень любопытное устройство, но, как обычно, со своими нюансами. Собственно, поехали. Пришел плеер в небольшой по современным меркам картонной коробке с изображением самого героя обзора и выборочным списком характеристик с обратной стороны. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, запасную пленочку на экран, довольно толстый Type-C кабель в матерчатой оболочке и бонус от компании – фирменный зеленый чехол. Приятно, когда такая необходимая вещь идет сразу из коробки. Выглядит аппарат со своими рубленными гранями, конечно, очень солидно, да и в ладони лежит как литой. Спереди у него большой, как для плеера, 4.2 дюйма дисплей с HD разрешением, то есть 1280 на 768 пикселей. Сзади похоже тоже стекло и оба они прикрыты защитными пленками. Так что действительно лучше все это убрать сразу в чехол. Слева у нас только слот для карт памяти microSD, под него, кстати, нет выреза в чехле. А справа все нужные нам элементы управления. Из них хорошо выделяется яркий светодиод состояния и почти утопленное в корпус многофункциональное колесо. Основное его предназначение естественно в регулировке громкости, однако оно еще выполняет функцию подтверждения, включения и отключения дисплея и устройства целиком. Ну и чуть ниже расположены классические уже кнопки перемотки, они же переключают трек и кнопка паузы. Колесо приятно щелкает, кнопки же имеют чуть тугой, но четкий клик. В общем все как и должно быть у приличного девайса. Входа здесь только два. Bluetooth и Type-C, по каждому из которых в устройство может приходить цифровой сигнал, что делает из плеера классический уже портативный ЦАП. Мне эта функция нравится, регулярно используя его с ноутбуком вместо звуковой карты. Зато выходов сделали, как говорится, на все случаи жизни. Так легко могу понять наличие здесь классического 3.5 мм и балансного 4.4 мм джека. Но зачем было отдельно делать их линейные аналоги, лично для меня огромная загадка. Понятно, что так плеер можно подключать напрямую к усилителям, минуя встроенный блок, однако все это на мой взгляд сомнительно. Впрочем, кушать они не просят, есть и есть. Вот собственно и все, что имеется в данном плеере. Опционально еще делали гравировку на верхней части, я попросил нанести там наименование канала и изображение дракона. Если сильно потрясти, что-то внутри немного ходит, но зачем это делать ума не приложу. Еще сюда встроили двухдиапазонный Wi-Fi, чтобы многочисленные любители стримингов могли развернуться на полную. Заявлена поддержка Apple Music, Tidal и Spotify. Но это обычный Android 8.1, так что можно установить все, что только твоей душе угодно. Ну а поскольку это еще и аудиоплеер, то все будет работать в так называемом эксклюзивном режиме, то есть по качеству заметно лучше любого смартфона, даже из тех, у кого тоже есть встроенный ЦАП и усилитель. Также помимо функции USB DAC, через Type-C можно подключать к герою обзора что угодно еще. Это обычные OTG, так что хоть флешки в него втыкай, хоть камеру с микрофоном. По железу это стандартный четырехъядерный процессор Snapdragon 425 с видеоускорителем Adreno 308, двумя гигабайтами оперативной памяти и шестнадцатью постоянной. Понятно, что это железо старое как мамонт и заметно слабее того, что было установлено в плеер Shanling M3X, но как для нужд воспроизведения музыки его в принципе хватает. А если вы не избалованы флагманскими смартфонами, так вообще покажется, что тут все буквально летает. К плееру не знаю зачем, но можно подключить блютуз наушники. Модуль здесь работает в оба направления, причем с поддержкой aptX HD и LDAC кодеков. Проверял, реально можно пользоваться. По звуковой части сердцем V6 выступают два свежих ЦАПа Asahi Kaseya K4493 Sec с россыпью усилителей OPA 1612 на фильтре и OPA 1688 в усилительной части, благодаря которой мы получаем целых 330 мВт на обычном несимметричном выходе и до 610 мВт на балансе. Линейные выходы дают 2,4 в РМС соответственно. Означает это лишь то, что герои обзора не страшны никакие наушники, кроме чего-то уж совсем узкоспециализированного. Подключайте что угодно и будьте уверены аппарат их раскачает, по мере сил конечно. Батарею воткнули тоже не слабую на 4500 мАч и чтобы не ставить ее на ночь, наделили девайс поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Из софта мы имеем профессиональный выпуск плеера Hi-B Music с Hi-B Link и новенький Hi-B Cast. Последним еще ни разу не пользовался. Обновляется встроенный плеер из собственного меню, но можно из маркета установить то, что вам лично по душе. Прошивку пару дней назад обновил через файл и говорят, что по воздуху она тоже приходит, но я почему-то не дождался. Все собственно есть и пользуешься плеером как каким-нибудь стареньким смартфоном. Спешить с ним не надо, а так все работает стабильно, без особых фризов и лагов. На верхнюю шторку из полезного вынесли только лишь переход в раздел системного меню, отвечающий за аудио. Здесь можно выбрать один из шести цифровых фильтров, уровень усиления, скачать и активировать программные плагины, настроить интеллектуальный эквалайзер МСЭП, а также сделать ряд других очевидных действий. Из важного еще можно указать, как будет работать плеер при подключении к компьютеру, какие кнопки блокировать при выключенном экране и посмотреть, что больше всего жрет батарею. В остальном же все как в любом другом смартфоне. Разрешение в PCM нам предоставили самое высокое, до 32 бит 768 кГц, DSD соответственно до DSD 512 и полное декодирование МКИ потока. Замеры я проводил 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП Иванда Космос. Так, с обычного и линейного выходов я получил очень схожие результаты за исключением искажений и взаимопроникновения каналов. Не знаю почему, но с линейных выходов гармоник значительно больше и взаимопроникновения выше. Причем это справедливо как для балансного, так и обычного 3,5 мм выхода. На выходах же для наушников мы имеем отличную кривую АЧХ с допустимыми отклонениями в 0,5 дБ на 20 кГц, шумовую полку на минус 150 дБ с незначительным всплеском на 40 кГц небалансного выхода, прекрасный динамический диапазон и низкие искажения. Интермодуляция для 4,4 мм составляет минус 104 дБ, а для 3,5 мм минус 110 дБ. А гармонические искажения для 4,4 мм минус 100 дБ, а для 3,5 мм выхода минус 105 дБ. То есть 3,5 получается чуточку, но лучше балансного. В процентном соотношении это примерно 0,002 на балансе и 0,001 на несимметричном выходе. Лидирует же баланс исключительно в области взаимопроникновения каналов, как собственно и должно быть в силу природы этих разъемов. Что сказать, отличные измерения, как и заявлял производитель, удивило только количество гармоник на линейных выходах. Но они намного ниже человеческого слуха, да и не очень понятно, зачем их вообще сделали. По звучанию лично меня аппарат не особо впечатлил. Да, все нормально, хватает в нем и мелодики, и скорости, и прорисовки, но подается это все как-то пресно и не очень выразительно. Вообще говоря, по подаче плеер больше тяготеет к мелодике, такой чуть теплый, немного жирненький звук, но видимо производитель хотел выдержать баланс с нейтральностью и слегка перестарался. Если слушать его достаточно долго, то конечно привыкаешь, однако на фоне, например, с Shanlink M3X или M621 аппарат кажется чересчур уж отстраненным и в эмоциональном смысле холодным. Нет в нем той жизни и эмоций, что бьют ключом в аппаратах Shanlink, от которых хочется вскочить и буквально пуститься в пляс или смеяться и рыдать, сопереживая акустическим переходом. Но нет здесь всего этого. Да и по ценнику на текущий момент M3X, имея более мощный процессор и больше памяти, стоит чуток дешевле. Согласен, если мы говорим о бюджетном звуке, то вопросов к V6 лично у меня нет. Всякий HiBR 2. HIDIS AP80 PRO X и маленький Shanlink прям очевидно проще, но они стоят в 2-2,5 раза дешевле. На мой взгляд в разрезе ценника начинки звука магии не случилось. Тот же M3X на мой вкус куда предпочтительнее. Хотя мы говорим о маленьком бренде за плечами, у которого только один сверхбюджетный плеер. А вот с учетом этого аппарат получился просто нереально крутой. Shanlink тренируется на плеерах уже около 10 лет и тут появляется TempoTech и делает в уровень. Вот это я считаю очень круто. Но убийцы сегмента из V6, увы, не получилось. Работа проведена большая, однако в звуке не хватает, наверное, самого важного, непосредственно характера. Мне хочется, чтобы или эмоции били ключом, как у Shanlink, или просто леденящую нейтральность старше хайбаса. Ну или ту дотошную прорисовку, что дают нам аппараты FIO. Все они со своими особенностями, но роднит их то, что они реально цепляют. Здесь же постарались избежать всех острых в плане вкуса углов и получили нечто такое ни рыба ни мясо. Да, звучит неплохо, но ровно в уровень с конкурентами по цене. Bass, на мой взгляд, здесь достаточно. Особо глубоко не уходит и как следствие дает неплохо прослеживающиеся текстуры. Серединка слегка мягкая, по характеру нейтральная, без сильного уклона в нюансы и без особо выраженной музыкальности. Верха тоже на своем месте, дополняют середину, не рычат и не режут. Но все это, естественно, еще зависит от ваших наушников. Впрочем, перебирал разные варианты. Да, иногда становится лучше, но все равно на общий почерк звучания это особо не влияет. Нормальный звук для тех, кто ищет что-то и не музыкальное, и не особо аналитичное, такой со всех сторон сдержанный вариант. Долго ждал обновления прошивки с бета на актуальный релиз, но и он на звук особо не повлиял. Тем, кто любит джазовую, вокально-ориентированную музыку, что-то с уклоном на текстуры или погружение в материал, смело берите M3X или новенький M3 Ultra. Для рокеров же, металистов и любителей максимально нейтрального звучания, V6 будет в самый раз. На мой взгляд, чуть-чуть, но не дотянули в эмоциональность или наоборот четкости отработки звучания, смотря кому что важнее. А так, интересный конечно опыт, однако в своих последних мобильных ЦАПах Tempo Tech удалось добиться большего. Чуть проще во всех значениях, чем M3X, но тоже очень достойно. Итогом Hi-Res Audio Player Tempo Tech V6 прежде всего подкупает своей эргономикой, пользоваться им реально удобно. Плюс классный чехол в комплекте и просто потрясающее колесико громкости. Также не могу оставить без внимания, высокую выходную мощность, поддержку всех самых современных блютуз кодеков, достойное время автономной работы, наличие балансного 4.4 мм выхода и его линейную пару, прекрасные измерения, достойную как для плеера начинку и вполне себе продуманный интерфейс. Завязать все на Hi-B Music было, на мой взгляд, просто превосходной идеей. Не разделяю лишь восторгов относительно его звучания. Да, никаких вопросов к нему нет ни по детализации, ни по мелодике. Всего хватает и все на своих местах. Но лично мне тут не хватило так называемого характера. Хотелось, чтобы он был или более музыкальный или уж совсем аналитичный. А так он играет за обе команды, из-за чего получился сдержанным во всех смыслах. По мне так пресновато звучит, но это сами понимаете вкусовое. Все с аппаратом отлично, добавить мне здесь нечего. А на этом у меня все. Это был портативный плеер Tempo Tech V6. Всем добра. Подписывайте, жмите лайки и присоединяйтесь ко мне о ВКонтакте и Телеграме. Всем добра.